Мы находимся на корабле Шапири Принцесс, который совершает рейс из Буэнос-Айреса в Сантьяго через Магелланов пролив и дальше до Лос-Анджелеса. Я хочу сделать несколько роликов, прежде всего ролик о корабле и ролики о наиболее интересных портах, где мы будем. Сегодня 13 марта, Ушуайя, край земли, самый южный город на земном шаре. Нам предстоит очень интересный день. Сначала мы пройдем по городу, посетим некоторые объекты, а потом поедем на 4-х часовые экскурсии по островам на лодке. Город офигенной красоты. С горами, со снегом. Пройдем по этому городу сначала. Вот наш кораблик. Здесь солнца вообще не бывает. Оно только первый раз, но может быть за год, когда мы приехали. Вот это канал Бигль. Немножко против солнца. Это знаменитый канал, в котором есть много озер, много островов. И куда многие ездят на экскурсии. Это город. Немножко нестандартный. Город находится здесь перед морем, а дальше очень красивые снежные горы. Идем фотографироваться в рамке. Как говорит моя жена, перед нами фотообои. Вот перед нами горы. И настоящие фотообои. Здесь памятники. Надписи на латинском, но на испанском. Но то, что я понял из надписей, это и есть памятники первым поселенцам. Судя по годам и по слову экспедишн. Такой красивый пейзаж. И если бы не машины, он был бы еще красивее. Мы находимся в Патагонии, в Ушуарии. Это рамка конца земли. Дальше поселений уже нету южнее. И мы сейчас пойдем на экскурсию. Вот очень красивый памятник. Посвящен он, наверное, первобытным людям, я не знаю. Яша, я думаю, что это памятник. Кому? Последняя женщина, которая умерла. А, памятник этому племени, может быть. На центральную улицу города. Ну, такая специфическая улица. Немножко специфического города. И сейчас посмотрим, где почта. У многих зданий какой-то готический стиль. Вот еще одно. И с обратной стороны несколько. А это вид сверху на порт. Сегодня редкий случай, я уже говорил, солнечной погоды. В порту очень много киосков разных компаний. Которые предлагают разные туристические экскурсии. Начиная от просто лодок до высадки на острова. Есть, которые предлагают морских слонов, пингвинов. Вот я вот иду, вот. Мы записались вот в этом. Мы записались еще в октябре. Патагония Adventure Explorer. Где-то порядка получилось 40 долларов на человека. Что, в общем-то, недорого. 4 часа чай, кофе, горячий шоколад, как там написано. Ну, хорошо. Вот сейчас мы ожидаем. Все соберутся и пойдем на лодку. Но, в принципе, конечно, можно ничего заранее не заказывать, а выбрать здесь. Предложений очень много. Вот мы начали отплывать. Возле берега мы уже видели пингвинов. Но я не успел выйти. Я уже говорил, солнечных дней здесь практически не бывает. Сейчас солнечный день, нашу честь. Любуюсь на природу. Итак, я на корабле. И едем смотреть на животных. И так, перед нами колония пингвинов. Только против солнца. Вот пингвинчики. А мы, кажется, уже отплываем. Очень красивые горы. Замечательная погода. Отличное настроение. Солнце. Кита только что видели. Там целая колония пингвинов. Всякие перелетные птюшки. И супер красивые горы. А вот эта компания, с которой мы едем. Сэнкио. Это Мария Хосе, наш экскурсовод. Вот она представляет эту компанию. Мария, сэнкио римач. Тут можно снимать просто не выключая. Вот какой-то большой корабль. Может быть, это даже с нашего корабля. И они там на какую-то идут смотровую площадку. Пойдем ли мы на эту площадку, я не знаю. Но, судя по всему, сейчас увидим. Похоже, что разворачиваемся тоже. Куда-то мы идем. Да, еще не хватало загреметь с камерой. А вода чистенькая, чистенькая. Ну, идем дальше, посмотрим. Попробуй, ну, если... Куда-то мы идем. А куда, пока не знаю. Растительность здесь вот такая. Хотел сказать, чеверная. Но она тут больше южная. Лезем на камни. Можно снимать и снимать. Сейчас надо полезть повыше. Он куда-то сюда. Вот такой мох красивый. Здесь вам не равнина. Здесь климат иной. иной. Народ пошел на вершину. Так, сейчас, кажется, я тоже туда пойду. Я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я видел что-либо подобное. Посмотрим со всех сторон. Как тут выяснилось, оказывается, это и есть канал Библии. Солнце зашло, но все равно лепота. Вплывем дальше. Пошел на второй этаж. Впереди маяк. Немножко против солнца. Перед нами макскин сувальники. Продолжение следует... Впереди Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok